В Киеве, похоже, ищут пути выхода из кризиса. По некоторым данным, в эти минуты проходит, причем впервые, встреча действующего главы государства и трех бывших президентов. Беседуют они за закрытыми дверями, без телекамер. А позже запланирован круглый стол с участием как представителей власти, так и оппозиции. Между тем, все центральные улицы города разглокированы и очищены от баррикад, из-за которых с минувших выходных правительственный квартал был фактически парализован. Заграждения остаются только на Майдане, где остается лагерь сторонников евроинтеграции. Из Киева Александр Бутыхов. Эта операция по наведению порядка в центре Киева началась ночью на Литеранской улице, которая ведет к зданию администрации президента. Эти заграждения, а также палаточный городок, появились одними из первых, когда начались оппозиционные митинги в Киеве. Всего подобных баррикад было установлено около 15. Большинство из них соорудили в прошедшее воскресенье. Таким образом, был в буквальном смысле блокирован центр Киева, что создало много проблем для живущих в этом районе города. Бойцы спецподразделений Беркута и милиции, прежде чем начать разбор заграждений, оттеснили деживших здесь оппозиционеров. Операция прошла без столкновений, после чего коммунальные службы начали расчищать улицу. Порядок в городе в эту ночь милиция наводила и на других забаррикадированных улицах. Так, заграждения были разобраны на Грушевского, который ведет к зданию украинского правительства. Милиционеры и здесь действовали максимально корректно. Только с этой улицы коммунальщики убрали два самосвала мусора. А всего за эту ночь, по разным данным, были разобраны четыре заграждения. Это не просто административные правонарушения. Это грубые нарушения закона, которые предусматривают суровую уголовную ответственность. Если кому-то кажется, что такими действиями в стране можно ввести анархию беззакония, то оставьте свои иллюзии. В государстве есть власть, в государстве действует закон. Основная часть заграждения сейчас находится на подступах к Майдану, на улице Крещатик. Но главные баррикады, вон они, на площади независимости. Именно за этими сооружениями и располагается палаточный лагерь оппозиции. На Майдане в эту ночь, как всегда, было шумно. Проходил очередной концерт. И спокойно. Здесь никаких действий сотрудники правопорядка не проводили. Сказали, что надо остаться, что это очень важный вечер. Было нелегко, но думали, что будет хуже. А тем временем власть ищет выход из этого кризиса. По некоторым данным, в эти минуты проходит встреча четырех президентов. Действующего Виктора Януковича и бывших руководителей страны. Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко. Эту встречу уже назвали первым шагом к организации общенационального круглого стола с участием президентов и оппозиции. Помимо этого, в Киеве ожидают визита верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон. Которая намерена во время этой поездки встретиться и с руководством Украины, и с представителями оппозиции. Александр Бутухов, Андрей Федоров, Евгений Иванов. Первый канал. Киев.